Прекрасно 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 Да, красота Это страшная сила Что она делает Потрогай ее Дорог, котор Bana Место Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Характерный запах серы сопровождает нас вплоть до сальфатара Наумскарт. Так должно быть выглядит адская кухня. В серо-синих котлах булькает ядовитое варево. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут и там из щелей в земле с громким звуком выбрасываются фонтаны разнообразных газов. Это так называемые фумаролы. Рядом с ними надо соблюдать особую осторожность. Ни в коем случае ни на шаг не сходить с обозначенной тропинки. Для большинства тех, кто пренебрег этим запретом, бравада закончилась тяжелыми ожогами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Геотермическая электростанция Крапла похожа на космическую станцию. Она установлена на одноименном вулкане. Сегодня Крапла вырабатывает 60 мегаватт энергии. Пять самых больших геотермальных электростанций на острове покрывают 20% потребности в электричестве. Вулканическая массива Крапла Вулканическая массивная массивная стенка По исландской мифологии где-то здесь находился вход в преисподнюю. В 70-80-е годы минувшего столетия регион привлекал к себе повышенное внимание вулканологов. Большие и малые извержения сотрясали эти места почти 9 лет без перерыва. Вулкан прозвали Костер Крапла, так назывались в 18 веке окрестности озера Миватн. Кипяток из глубины 2500 метров попадает прямо в лагуну. Зеленая лагуна или Ярдбёдинвид Миватн обладает прекрасным зелено-голубым оттенком, но гораздо менее прекрасным ароматом. Говоря попросту, ужасно воняет серый. Спасибо тебе, Исландия, за твое солнце, за теплую водичку, за наше путешествие. За погоду, какое счастье. Такое чувство, что Исландия нас ждала. Да. Ну, пора, турист. Невиноватаясь я! Он сам пришел! 30 40 50 Почти Отправной пункт для экскурсий в окрестности Миватн – Комариного озера. Названием оно обязано насекомым, которые летом густыми раями клубятся над водоемом. Из крупных щелей в земной коре выстреливали иногда почти 100-метровые фонтаны лавы. На южном берегу озера Миватн мы находим псевдократеры. Сами они никогда не выбрасывали лавы, а возникли в результате соединения лавы с водой в особых условиях. Ложный кратер, удивительно похожий на настоящий, появляется на влажной поверхности, на которую вылилась лава. Горячий пар собирается под слоем лавы и ищет выход. Порой давление достигает такой силы, что пар пробивает лаву. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин